Доброе утро, дорогие красноярцы! Сегодняшняя тема замечательная просто. Не все эту культуру сеют, но мы ее обязательно коснемся. Это баклажаны. Пользы от этих вот плодов, полученных от этих растений, просто неимоверные. Да, сам цвет говорит уже о том, что они очень и очень полезны для нашего организма. Давайте научимся перца и баклажаны выращивать, начинать выращивать очень рано, это середина января. Посев однозначно и не обсуждается даже, потому что долго растущее растение. У этого растения корень вглубь уйдет на метр. Не боится он ни жары, ни сухого воздуха квартиры. Ему только света надо побольше. А вот когда вы будете высаживать, пожалуйста, помните, с помидорами в одну теплицу, либо в один парник, совершенно не рекомендую высаживать. Потому что эти растения любят, когда вокруг просто все парит, когда под ногами влажненько, вкусненько, но нейтрально. Нейтрально это обязательно. То есть это не кислый ваш любимый перегной. Это перегной очень старый, 5-7 летней давности. После того, как прошла неделя, возьмите, пожалуйста, кальциевую, селитру, 3 ложки на 10 литров воды и пролейте тщательно весь приствольный круг. Вот этим приемом вы землю слегка подщелочите. То есть сделайте ее не просто нейтральной, да, тут кислая, нейтральная, а тут щелочная. Слегка подщелочите. Лук, чеснок и баклажаны немножко любят именно так. Очень вас прошу не забывать посев в середине января. Выберите день, который даст вам не только хорошее урожай, но и сохранность ваших плодов. Это, конечно, весы, это, конечно, козирог. Ну, естественно, это и скорпион, но только не рыбы. Плоды очень красивые, но долго не хранятся. Не собираетесь хранить? Тогда и рыбы будут хороши. Всего доброго вам, до свидания и с наступившим вас Новым годом. Новым годом.